Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня мы зайдем в лагерь контрабандистов, вы посмотрели, как легко его зафармить, а теперь я хочу показать, что же будет с этими контрабандистами, если я начну их атаковать. Самая интересная вариация, что... Подожди, а как это он тут лежит? Я что-то не понял, почему их трое, и самый прикол в том, что это том. Подождите, смотрите, прикол. Раз, два, три. То есть, хотите сказать, что я могу здесь просто делать кучу томов? Есть три вариации с локации лагерь контрабандистов, и что будет с этими NPC, с этими выжившими. Первое, понятное дело, вы им помогаете, вы их убиваете, вы получаете за это лут. У вас, допустим, проходит таймер, а пока не проходит, вам нечем заняться, вы начинаете валить бесконечно томов. То есть, томов постоянно убиваете, они ложатся, и делаете из томов кучу трупов. То есть, вы постоянно возвращаетесь, опять заходите, опять том появляется, вы опять тома убиваете. И таким макаром можно просто на входе сделать миллион количества томов. Они будут просто лежать и постоянно заново появляться. Том, ты не устал? Том, раз, два, три. Ладно, с Томом непонятно. Самое интересное, что если вы убиваете Джонни, с него не падает ни одежка, и вы с него также не получаете опыта. И вы с ним больше не сможете поговорить. Но, если вы опять перезаходите в локацию, Джонни и Том снова будут живы. Я не понимаю, почему появился такой баг, этот, не знаю, рассказывал ли кто-то про баг, этот, что Тома можно бесконечно убивать и при этом усыпать просто кладбище из томов. Это я вам показал уже вторую вариацию, то есть вы их просто убиваете, ничего не происходит. Есть третья вариация, это спасающийся Том. Сейчас покажу, как это выглядит. Когда у него остается low HP, он просто убегает. Он бежит, бежит. Том, ну ты куда? Да, и просто он убегает за уровень и убегает наш Том. Все, за пределы уровня он убежал. О нем не слышно, о нем не видно. Тома нету. И еще очень полезная информация. Ребят, смотрите прикол. Ставьте сейчас 3000 лайков и подписывайтесь на канал. А если вы не подписаны, а если вы подписаны, ставьте колокольчик. А теперь завеса тайны и очень интересная информация. Короче, фишка в том, что спасибо огромное вот этому человеку, Илья Шабалов. Он предоставил скрин, на котором вы видите Китти. Олег, привет. Тебе, короче, с ивента с катарбодистами выбил белую краску и узор Китти. Прикинь? Я ему пишу, что, рили типа? Офигеть. Я сам подофигел. Еще 800 назад у меня не было вилки, а теперь и охохо. А вилку где выпил? Ну, понятное дело, что он из бункера ее выбил. Но прикол в том, что вот эта раскраска, я вам сейчас ее покажу. Вы уже должны, наверное, сами понимать, что эта раскраска добывается только, я как понял, в магазине. С какого перепуга она упала к чуваку, я просто не понимаю. Вот здесь она, она самая крута. Если моя находится на третьем месте, то Китти находится на первом месте. И она ему выпала просто из контрабандистов. Я просто в шоке. Вот, в общем-то, и вся информация на сегодня, ребят. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу узора Китти. То есть, правда ли это, или это все-таки какой-то фейк? Мне кажется, что это правда. Если он будет здесь вылетать, узор Китти, это вообще... То есть, есть смысл ее фармить. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok